здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я буду сама первый раз жизни сажать свои адениумы заодно покажу как я это буду делать и как я буду 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 как я буду буду за ними ухаживать и так далее вчера ночью знаю что уже сегодня должны прийти мне эти растения я съездила в обе и покажу что я купила для них чтобы составить грунт вот вы знаете хотела взять другой для как может подешевле но не было другого ну в принципе я довольна может быть что и не было и к лучшему вот этот грунт для кактусов и bonsai green word сейчас покажу вам его состав можете вот почитать что тут дальше написано все естественно я читать не буду торф верховой то торф низины и углекислые известь керамзит песок кстати песка у меня нет а он должен входить желательно немножко хотя бы глинозем азот глинозем может это как типа чернозема так азот фосфор оксид калия микроэлементы в принципе такой достаточно по тому что написано хороший состав но вообще земля у них хорошая я покупала землю и для орхидей для орхидей всего кора конечно просто кора и дырочки в пакетике есть и начнем с вами составлять субстрат который я также посажу и своих малышей так сейчас я вам на ладошке еще покажу песок тут действительно есть его видно кстати говоря такой мелкий может быть правда как речной не знаю как лучше чтобы видно было в общем в этот же субстрат я уже сказал буду малышей своих сажать так много насыпать не буду лучше составлю еще один раз потому что аренка небольшая желательно все это так сейчас хочет вот желательно все это размельчить такое что было пористое так все буду делать я по инструкции как мне во первых субстрат то я читала какой должен быть лучше всего смотрите какие-то ножки лазают ха ха прям в грунте вот откуда взялись были грибные комарики что ли в общем да керамзит тут мелкий встречается тоже еще я знала что у меня есть лечуза посмотрите какой пакет еще у меня есть лечуза вот такие пол пакета спасибо наталья она мне в том еще году подарила абсолютно бесплатно вот эту вот лечузу пол пакетища она горит я себе покупала для орхидеи вроде как не очень понравилось и она мне отдала я еще так сначала подумала но я особо то не сажаю в лечузу но я вот сажала орхидею одну в лечузу и вот смотрите как она мне сейчас пригодится потому что мне я так планирую если все получится у меня будут адениумы их надо часто пересаживать или чуза она просто великолепно для них подходит она очень хорошо разрыхляет субстраты некоторые даже большинство наверное сажают прямо в лечузу свои адениумы вот кстати женщина у которой я увидела прекрасно адениумы которые все у нее в цвету все такие жирные они растут у нее чисто в лечузе так добавляю вермикулита разрыхлители в субстрате для адениумов обязательно должны быть такие как вермикулит такие как перлит желательно ли чуза вот сколько я смотрела девочки очень довольны ли чузой вот побольше разрыхлителей надо чтобы земля вот вот видите мы как бы сжимаем видите он скомкивается немножко вот видите скомкался а должно быть так что вот мы сжимаем и чтобы он практически вообще вот у нее не было вот это вот скомканности чтобы земля грунт в которых сажается адениум он обязательно был очень 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 рыхлый это залог успешного роста залог того что не будет никаких канилий я у лены лобачёвой смотрела что она вымачивала от клеща там от всего сначала также хотела сделать но потом думаю все-таки прислушаюсь из-за того что сейчас именно холодный в квартире у меня 23 градуса это для адениума достаточно прохладно я не буду его именно и только по этой причине вымачивать добавляю побольше агро перлита для воздухопроницаемости все вам подробненько сниму как я делаю чтобы вот потом поменьше наверное вопросов возникало что и как буду ссылаться на это видео где я вот без всяких там вырезаний так сказать все это вам покажу вот он уже вот видите с перлитом такой стал перлит обязательно вермикулита если нет то без него можно обойтись без перлита насколько я читала насколько я у девочек смотрела без агро перлита никак вообще никак он очень хорошо разрыхляет почту почту почву уже ночь усталость так ли чуза у нас значит входят лаву пемзы природный также циолит немножко такой наверное вот чуть-чуточку влажноватый даже грунт 3-4 дня я адениум не буду поливать вообще и как я уже сказала я ни в чем их не замачивала ничем и не опрыскивала ни от клеща ни от чего пусть так будут пока увижу если что-то не так вот кстати она мне наталья сказала если грунт сухой то два-три дня не поливать если вот как бы испачки дает слегка такой увлажноватый то подольше но он не мокрый такой не сильно влажный поэтому особо прям долго я не буду томить они так вот у них каудексы сдутые мягенькие так ну и ой 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 так сменяюсь с другой стороны подойду ну и самое основное сейчас мы добавим ли чузу не буду я двигать этот здоровенный пакет так что я очень рада что она у меня есть наталья смотрите еще раз вас благодарю за него а также там еще удобрение содержится ну типа как и смоход она реально есть вот сейчас есть поймаю вот кругленькая так вот 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 кругленько это вот именно удобрение так как в это ли чузу многие из видите уже маленькая тарелка многие просто сажают то переборщить я думаю с этой ли чузе вообще невозможно раз уж нее чисто сажают адениум то если мы там побольше положим то абсолютно ничего страшного в моем случае я ее могу класть в достаточном количестве тоже девчонки покупает она достаточно не могу сейчас сказать сколько именно стоит он достаточно дорогая продается она в таких маленьких пакетиках можно мешок конечно купить но эти дорогостоящие такое достаточно удовольствие да грунт такой вот на ощупь влажный видите какой рыхлый получается видите он уже вот я сильно сжимаю честно говорю видите а он распадается хотя изначально у нас был грунт он комкался видите распадается вот вот такой вот должен быть грунт по идее для адениума чтобы он не комкался не получались комочки потому что при поливах у нас вот это вот этот грунт он не должен слеживаться адениум любит частую пересадку но относительно конечно частую так вот комочек не ставлю на паузу вот видите комочку чтобы не было чтобы вот показать вот прямо все досконально то что у меня останется субстрат если он останется это хорошо потому что мне моя знакомая еще один адениума даст он такой длинный тощий на нем я буду учиться делать обрезки может быть прививки даже или самого на себя придется как-то его прививать боковые веточки делать потому что он реально такой длинный и тощенький так очень тощенький вот он ко мне придет я его пересажу придет вернее она мне его привезет когда зачем-нибудь поедет за король ко мне или еще зачем ирина это я вам вот она смотрит мои видео поэтому вот так ребят я думаю что нормально я перемешала сверху я также подсыплю ли чужу вот вот я надеюсь я достаточно насыпала перлита принципе если чуза вот вниз не комкается уже хорошо также я купила для них вот такие горшочки ребят вот да они конечно стоят дороже чем пластмассовый но во первых пластмассовый горшков вот верите нет в уби вот чтобы они такие были широкенькие не было он кажется большой в кадре на самом деле абсолютно небольшой горшок семь с половиной так-так-так-так-так made in italy так не знаю что такое семь с половиной так знаете я даже сейчас и рулетки даже не хотела померить его диаметр сейчас ребят померяю так вот смотрите так вот диаметр 19 так а высота его один один до 11 так сейчас секундочку 11 сантиметров то есть понимаете да что это не огромные горшки как может быть кажется с первого взгляда вот и так нам обязательно нужен сюда дренаж так дренаж у меня такой-такой керамзит и дренаж должен быть обязательно так как там дырочка смотрите какая большая так вот так я насыплю наверное керамзита ой слушайте прям руки дрожат орхидей так легко уже пересаживать приноровился и нормально а деним то еще нет посмотрите по моему мелковатый горшок а у меня других вообще нету никаких так страшно ребят вообще не могу так мне почему-то страшно так давайте я подсыплю грунтика чуть-чуть хотя бы блин мне кажется мелкий горшок давайте засыпем там я уже посмотрю блин я не ожидала что он будет настолько мелковат для него 2 поменьше аденюма этот прям крупняш так ну давайте я вот так поставлю как бы мне так сделать чтобы неудобно и вам все видно так и вот я начинаю прям рукой засыпать всяких ложек я не люблю немножко утрамбовываем ай-яй-яй-яй-яй блин даже я расстроилась может быть этой к лучшему что он небольшой то что я его не залью их это как бы не надо их заливать желательно не заливать чтоб каудекс не сгнил как я уже сказала сейчас я прям поставлю бирочку бумажечку когда я посадила вообще для них хорошо вот такие вот широкие именно горшки потому что у них должен расти каудекс каудекс это вот эта вот часть кстати там надо какой-то центральный корень можно обрезать чтобы он толщину раздавался я даже у этого адениума не посмотрела если такой вот ну ладно все что надо будет обрезать что касается обрезки это надо делать конечно весной единственное вот которыми адениума даст ирина я уже наверное обрежу его и зимой вот посмотрим он у меня такой будет учебный а если у этих обрезать то буду обрезать уже непосредственно весной когда будет тепло может быть не буду посмотрю как будет расти не буду загадывать так я надеюсь он еще при поливе утрамбуется этот грунт так вот первый есть ребятки у кого есть адениум и я знаю что сейчас многие увлекаются и этими бриллиантами пустыни вот посмотрите вот как посадка мне очень-очень будет интересно ваше мнение правильно ли я все сделала конечно мне вот видите как вот наверное так его надо было сажать вот поэтому как он был но я увидела что девочки при пересадке приподнимают свои адениума со временем да то есть водка бы было так посажен как раз немножко можно приподнять вот эти корешки могут наверное отсохнуть потому что они не в грунте в общем девчат я знаю многие увлекаются пожалуйста подскажите я вас очень прошу правильно ли я все сделала мне очень важно ваше мнение хотел же я сверху подсыпать еще ли чузой вот так никакого там осмокот и ничего как вы видели я специально не добавляла вот так я говорю я надеюсь что еще там немножко осядет ронтик хотя по идее наверное он и не должен осаживаться почему потому что вот он именно такой порист что не должен в общем ладно было не было я уже его посадила если понадобится пересажу в новый горшок куплю для него побольше горшочек если вот это потребуется и пересажу в горшок побольше так давайте приступим посадки второго адениума я уже боюсь что этому не подойдет горшок просто у меня действительно нет горшков вот широких широких есть один он по моему еще меньше так для этого опять же делаем дренаж дренаж крупный так как горшочек не глубокий я надеюсь что дренажа достаточно чтобы ему понравилось даже руки трясутся у меня боюсь так я все испортить вообще по идее вот это вот так и надо сажать вот чтобы вот эти вот может быть корешочки выросли вот эти вот ручки так называемые также их можно сплетать в косички вот так вот прям я смотрела девчата берут и в косички их сплетают вот как раз пока они такие тоненькие и так все таки пришлось прерваться потому что я поняла что грунта не хватит мне так как надо еще посажать семечки адениумов семена не семечки так нервничка будут в первый класс иду вот правда даже сама себя не узнаю я вот орхидеями как-то когда начала заниматься я вот у меня не было такого прям нервоза при посадке при осмотре корней а тут я прямо вот вот так вот попыталась я что-то заплести посмотрите не очень-то конечно у меня это вышло как раз пока адениум не полит и долго был сдутый вот каудокс у него корешки мягкие хотя они и так и так маленькие эти корни не знаю вот в общем все у меня расплетается не знаю пойдут ли они в рост эти корни потому что которые корешки так особо не закопаны в грунт они могут засохнуть так вот ставлю опять же дренаж там есть дренаж насколько я читала эта штука обязательная для адениумов поливать их в зимний период можно и в поддон немножко трамгую нужно и в поддон чтобы вот не загнили из огни у них каудокс самое у них такое больное так скажем место то есть у орхидеи это шейка адениумов каудокс я тут как раз группе смотрел у девушки загнил так мне жалко как своего было смотреть на это она обрезала там прям дыра такая жалко очень жалко такое большое растение здоровое так по идее то и вот видите какая неприятность вот это вот этому адениум я думаю что какое-то время будет и достаточно этого горшочка сейчас как раз я присыплю сверху и полечу за как я на том хотела вот но красавчик расти мой хороший все таки я так хочу вот еще один сорт вызывается у голден верс правильно ли произношу очень тоже красивый похож на черри ну ничего вот ребят я думаю что для этого адениума прям горшок в самую пору пришелся ну я его как-то криво засадила знаю мне кажется кривовато да так смотришь вроде ничего с этой стороны вроде кривовато в общем не буду я мучить ни себя не его оставлю пока так при пересадке я думаю можно будет его прокрутить как-то там поставить по-другому а пока пусть у него вот нарастает корневая масса может быть вот эти вот корешочки все таки продолжит свой рост не усохнут принципе еще глубже то его и не надо сажать я думаю для этого вот прям самую пору горшочек я специально его померила так вот смотрите вот такие вот два две красотулечки у меня получились вот для этого конечно вообще в принципе я говорю на самом деле я видела что девочки приподнимают немножко повыше каудекс и при нормально себя чувствует в общем вот теперь осталось им подобрать местечко сегодня я уже оставлю их под лампой вот под фито лампой который у меня на кухне вот висит поставлю здесь а завтра уже буду им искать мест ваш места то нет места то все занято так ну и давайте мы с вами посадим сразу семена раз у нас продаем не получится наверное с моим компьютером я хотела снять видео как я вам обещала вот с продолжением допустим посадка потом вот продолжаем все в одном видео не получится у меня такое длинное видео уже компьютер не отредактирует вообще никудышный стал так давайте еще для малышей добавлю я горсточку лечузы чтобы еще более рыхлой так сейчас я прервусь я забыла так забыл где семена буду искать нет худа без добра сломался мой вот этот вот пульверизатор свой опрыскиватель найти не могу в общем все к одному так видите сделал я такие дырочки думаю что я смотрел девочки не делаю дырок я не знаю нужны или нет я на всякий случай сразу сделала есть честно и даже ну поставлю на подончик как бы я думаю что хуже не будет так насыпаю я тот же видите грунт подсыпал еще щепотку лечузы для чтобы ее побольше было чтобы еще рухлее было все так в эту баночку я посажу все семечки даже честно не помню какие я брала и я просила но вы знаете даже фотографии не буду ставить потому что я сколько читала говорят что они чаще всего даже не получается из семян того что указано картинке что так что вот так что семечки кладут прямо на субстрат не закапывая их так вот сейчас я разровняю думала что у меня останется воронто еще видите и делала дополнительно или чуза как-то у было так что я говорю мне придется может быть даже еще заказывать ее так еще хочу для адениумов купить удобрение под названием хеси говорят что очень хорошее удобрение вот вы представляете нашла семена вот они господи ну не мудрено потерять так смотрите вот тут написано баг 10 два семечка плюс 1 может быть одно в подарок дали я помню вот насколько я помню я заказывала две семечки такой 2 такой почему может быть кто-то спросит наверняка даже почему так мало ребята потому что мне негде их ставить прорастет одно семечко я и тому рада буду пусть один он у меня жирует балдеет вот так сейчас все течет у меня из этого пульверизатора вот так я немножко опрыскаю так видно видите он у меня длинность эти семена у меня уже что-то случилось поломали как всегда господи все уже доломали все что только можно и нельзя уже не так вот смотрите опрыскиваю я так а что я еще сделал добавила на полтора литра две капли и пена временная они такие растут такие припиши малыши но я взяла уже прививки потому что они же все равно будут долго расти да и хочется уже вот побольше но я надеюсь что даже вы знаете наверняка положил так не очень перевожу к их так немножко вот сейчас я их пока ребята не знаю так я переживаю все свет все семечко поломаю не знаю почему не такой страх я кстати даже не думала что вот так будет так потом я с краешку подпишу все таки бак 10 посмотрю что это означает чтобы не запутаться так прям маркером подпишу скрою банки с этой стороны а эти два семечка подпишу с той стороны чтобы ну им тут место надолго я думаю хватит если они прорастут они же не сто процентов у них схожесть тем более еще раз ну все перепутала уже я а ну вот два плюс одна это получается где три семечка ладно сейчас я пишу не запутаюсь схожесть у них не сто процентов там допустим большая схожесть но не сто процентов с учетом того что они еще и шли мне по холоду да что ж такой-то ну дружок ты меня подвел так нервничать визатор сломался ой видите что-то вытворяет и еще вот я их так полью а вот тут кнопка заяла в общем надо будет новую помповую что-то покупать так и я оставила это нам привозили роллы или что-то такое вот я баночку оставила потому-то я знала что она мне пригодится для адениумов для семян мне она понравилась потому что она с крышечкой так ребят ну простите растите мои хорошие прям не разочаруйте вот так вот я крышечкой их накрою этикетку я сниму чтобы вот мне лучше видно было мне кажется надо было меньше субстрата добавлять чтобы расстояние было больше в принципе это сделать можно вот видеть сколько здесь расстояние в общем сейчас я подумал я уже все посадила и так дальше будет видно ну а с вами была не румянцева мое новое увлечение вот такие прекрасные растения как адениумы всем спасибо за просмотр всем пока пока спасибо